МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мост через реку Сестра. Раньше был покрашен в два цвета. Вот та сторона красная, а вот эта белая. Посередине проходила граница между Советским Союзом и Финляндией. Рано утром 30 ноября 1939 года финские пограничники удивлялись, куда подевались знакомые им русские солдаты с той стороны моста. Там стояли совершенно незнакомые войска. Советский офицер нервно смотрел на часы, но ничего не происходило. Нервным советским офицером был лейтенант Суслов. Перед ним стояла важная боевая задача. К 8 утра внезапной атакой захватить мост и финский пограничный пост. В 7 часов 57 минут лейтенант громко чихнул. Это был условный знак. Бойцы достали гранаты и бросили их в финскую караулку. С криками за Родину они рванулись в атаку. 30 ноября советские самолеты бомбят Хельсинки. Началась зимняя война. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА У нас о советской финской войне не любили вспоминать. Говорили, что это был пограничный конфликт. Финны, добрые соседи, да и вообще зачем бы ворошить прошлое? Тем более была Вторая мировая война. Она уж пострашнее будет финской. У нас наоборот. У нас считается, что зимняя война это самая важная война для финляндии. Потому что на этом войне собрался финский народ. Поэтому считается самое важное. Вот во Второй мировой у меня участвовали оба деда. Может быть они, кстати, и финскую тоже воевали, но вспоминать об этом не вспоминали и не рассказывали. Ну, мой дед тоже не любил рассказывать про эту войну. А он воевал, но он про это ничего не говорил. Правда, каждый вечер он выпил, напился и воевал. Он бросал гранаты, стрелял, орал. Но рассказывать про это не любил. Хотя наши деды и не любили вспоминать про эту войну, но о ней остались воспоминаниями. Про финнов мы ничего толком не знали. В газетах и по радио раздавалось сплошное «Ура! Победа!». Патриотический порыв был настолько сильным, что мы не обращали внимания на какие-то трудности и не думали, что на войне нас, возможно, убьют. Всю осень мы строили оборону, рыли траншеи, строили блиндажи. Кое-кто ворчал, что все это мартышкин труд. Но потом мы поняли, что трудились не напрасно. Мы верили и надеялись, что войны не будет. Но все наши надежды оказались тщетными. Не думаю, что была возможность избежать войны. Может быть, удалось бы немного отодвинуть сроки этой войны и в дальнейшем получить более сильную международную поддержку. Но когда Германия в некотором смысле продала Финляндию, сделать уже было ничего нельзя. Если поднять договор Молотова-Риббентропа, так называемый пакт, секретный протокол к нему, там дословно сказано, что в случае территориально-политического переустройства прибалтийских стран и перечисляется Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, они представляются область государственных интересов СССР. Все события велись к тому, к северитизации Финляндии. Это пример будущих прибалтийских республик. Латвия, Литва, Эстония. Им предъявили ультиматум. Люди не захотели воевать. Правительство этих стран не захотело иметь осложнений конфликта с СССР. Впустило советские войска. И за короткие сроки эти государства перестали считать как самостоятельные. Они стали республиками Советского Союза. Та же участь была заготовлена и Финляндии. Город Ленина. Колыбель великой пролетарской революции. Второй промышленный культурный центр страны Советов с населением 3,5 миллиона человек. Какими бы ни были тайные планы Сталина, у Советского Союза есть объективные причины начать переговоры с Финляндией. В Европе разгорается Вторая мировая война, а стратегическое положение Ленинграда вызывает законные опасения. Несомненно, существовало некоторое беспокойство за безопасность Ленинграда, второго по величине города Советского Союза. Когда ситуация начала обостряться, советско-финская граница была всего в 32 километрах от города. В октябре 1939-го начинаются советско-финские переговоры. Сталин заявляет, я не могу передвинуть Ленинград, поэтому нужно отодвинуть от него границу на 70 километров. Взамен предлагается вдвое большая территория Советской Карелии. Чтобы прикрыть Ленинград с моря, финны должны сдать в аренду полуостров Ханко для размещения там советской военно-морской базы. Финское руководство готово обсуждать изменения госграницы, но пускать на свою территорию советские войска категорически отказывается. Они не могли сдать Ханко в аренду на 30 лет, потому что порт, в который мы спокойно могли 2-3 дивизии высадить, в тыл всем оборонительным системам Финляндии на Карельском перешейке. Когда стало ясно, что о передаче города Ханко не может быть и речи, тогда Молотов и Сталин стали показывать по оси Киеве на карте разные острова архипелага Ханка. Но у паси Киеве не было полномочий вести переговоры о передаче других территорий, и из этого ничего не вышло. Сталин проявляет на переговорах неожиданную гибкость. По воспоминаниям финских участников, он выглядел заинтересованным в мирном соглашении и пытался найти компромисс. Но многие политики в Хельсинки не желают компромиссов. Они уверены, что Советский Союз не решится начать войну. Финская делегация прерывает переговоры и уезжает из Москвы. Особенно министр иностранных дел Эрка придерживался жесткой точки зрения. Он считал, что торг неуместен, когда правда на нашей стороне, и отстаивал это утверждение на переговорах. Если посмотреть с сегодняшней точки зрения на выступления Финляндии в переговорах 1938-1939 годов, то просто поразительно, как жестко она дала отпор, принимая во внимание разницу в соотношении сил. 30 ноября 1939 года Советский Союз начинает боевые действия. Речь идет уже не о безопасности Ленинграда. Красной армии следует освободить финских трудящихся от иго-капитализма. Специально для освободительного похода написана песня «Принимай нас, Суоми, красавица». «Принимай нас, Суоми, красавица» во жерелье прозрачных озер. «Принимай нас, Суоми, красавица» во жерелье прозрачных озер. В Ханко русские пытались зайти на военном корабле, на палубе которого был оркестр, а также на севере, не помню точно, то ли в Кухма, то ли в Куусаму. Именно оркестр пересек границу первым. Правда, с предупреждением, что в Швецию входить нельзя, нужно вовремя остановиться под звуки марша. «Принимай нас, Суоми, красавица» Это было одним из ошибочных решений, сделанных советской стороной. Была вера в то, что отголоски гражданской войны 18-го года еще сильны Финляндии, что воевавшие на стороне красных, а также их последователи, автоматически перейдут на сторону советской Красной Армии и начнут распространять революционные движения по всей Финляндии. Все это шито белыми нитками, и все это очень легко понять, хотя бы по одному примеру. Летом образуется некое правительство Кусенина, начинается формирование народной демократической армии Финляндии, но если мы хотим с финнами договариваться, если мы хотим говорить о каких-то территориях, о движении границ, так зачем формировать марионечное правительство, и зачем создавать какую-то мифическую армию. Уже на второй день войны в захваченном Красной Армии поселке Тириоки обосновывается новое финское правительство. Его глава Отто Вилли Кусенин обращается по радио к народу Финляндии, призывая поддержать Красную Армию. Нас построили и объявили, что наши войска перешли финскую границу. Организовано финское народное правительство и армия. Будете солдатами финской народной армии. В штабе полка отобрали пять человек. Привезли в Тириоки и сказали, вы призваны охранять финское народное правительство в комендантской роте. Мы скоро придем в Хельсинки, будете там охранять, как в Кремле. Кусенин в Тириоке редко приезжал, больше он был в Москве. Марионеттечное правительство Отто Вилли Кусенина состояло из беглых финских коммунистов. На этой даче в Тириоке, в прошлом принадлежавшей одному купцу, располагался главный штаб этого правительства. Сталин надеялся на то, что финны поддержат правительство Кусенина и добровольно присоединяются к Советскому Союзу. Однако вышло совсем наоборот. Появление этого правительства объединило красных и белых финнов и возродило финский дух. Судя по виду этого дома, можно сделать вывод. Здесь об этом правительстве никто не помнит. Идут с востока красные полки. Их ждут в любом рабочем доме. Идут друзья. Пожатием руки встречает их народ Суоми. Вот такие вот стихи писали советские пропагандисты. А для общения с дружественным финским народом советским бойцам выдали вот такие вот разговорники. Вот, например, бытовые вопросы. Мистя са майтоа. Это по-фински значит, где можно достать молока. Но спросить-то некого. Финские деревни и города стоят пустыми. Когда вошли в город, шоферы сразу туда-сюда и притаскивают ящик чернослива. Тут политотдельцы рядом были. Отравлен, может быть, не ешьте. Наши посмотрели, говорят, да ну, надо попробовать. Попробовали, съели, ничего. Политотдельцы узнали и говорят, а ну-ка давайте половину ящика нам. Противник срывал мосты, разрушал и минировал дороги, уничтожал средства связи. Непосредственно за границей дома, станции сохранились. Но чем дальше вглубь Финляндии, тем следы разрушений все сильнее. Сожженные при отступлении дома, взорванные мосты, черные воронки от разрывов снарядов и мин. В конце первого дня мы заночевали в теплых сараях и хлевах какого-то поместья. Они показались нам чуть ли не дворцами. Фронт быстро приближался. Во всеобщей неразберихе крестьянское добро было брошено и в конечном итоге бесследно исчезло. Домашний скот гнали к железнодорожным станциям, но измученная длительными перегонами скотина становилась непослушной и разбегалась. Одинокие коровы долго еще бродили возле развалин и пепелищ в прифронтовой полосе. Согласно планам советского командования, Красная Армия должна дойти до Хельсинки за три недели. Серьезных боевых столкновений не предвидится, поэтому в операции задействованы лишь силы Ленинградского военного округа. В начале войны они набрали довольно мало солдат. Например, на Карельском перешейке соотношение сил было 120 тысяч финских солдат против 180 тысяч солдат Красной Армии. Для наших защитников это было относительно выгодно. Финляндия подготовилась к войне серьезнее, чем Советский Союз. Армия полностью отмобилизована, войска прошли боевую подготовку на местности, на Карельском перешейке построены оборонительные сооружения. Но самое главное, финские солдаты хорошо понимают, за что они воюют. Большим преимуществом финнов было то, что им пришлось отражать незаконное вторжение. У них был серьезный повод защищать свою родину. Произошло так, что даже крайне левые Финляндии оказались в растерянности и были не способны что-либо сделать в такой ситуации, когда Финляндию атаковал Советский Союз. В Финляндии не возникло внутренних конфликтов в тот момент. Один мой подчиненный, рядовой Кортел, все лето был мне костью в горле, жаловался на почки и сердце, просил освобождения от несения службы. Когда началась война, мы шли форсированным маршем. Я спросил его, ну как твое сердце? Кортел ответил, к черту, все у меня в порядке с сердцем. Вот так зимняя война разрешила наше противостояние. У нас кадровый состав был весь молодой, а призывники уже пожилые, лет по 40-50, из Белоруссии. Один белорус мне и говорит, у Фина 30 гектаров земли, а у меня 30 соток. За что я с ним воюю? Вместо радушного приема пепелища деревень, непонятные цели, непонятные задачи войны, говорят одно, происходит совершенно другое. Говорили о том, что финны это дикий край, и люди с голоду умирают. На самом деле великолепные дома, великолепное хозяйство, все убрано, чистые белые занавесочки, высокая культура обработки полей, сельского хозяйства, бывшие крестьяне это все прекрасно видят. Все это, конечно, негативным образом влияло на настроение Красной Армии. С каждым пройденным километром темпы наступления Красной Армии падают. Финнам помогает сама природа Карельского перешейка. Кругом непроходимые болота и леса, дороги узкие, на них постоянно образуются заторы, колонны советских войск подвергаются атакам лыжных отрядов финских автоматчиков. Легендарное оружие зимней войны пистолет-пулемет СОМИ. Пожиловато, конечно, но солдаты его любили, потому что бьет очередями и наводит страх на противника. СОМИ хорош, конечно, в ближнем бою, но у Красной Армии было кое-что получше. Винтовка СВТ бьет далеко и прицельно. Сразу можно выпустить 10 патронов, не перезаряжая. Но солдаты ее не любили. На морозе отказывала. Конечно, потому что за ней надо ухаживать, как за девушкой. Чистить, беречь от грязи, от влаги. Ну, для финского солдата это было отличное трофею. Против нас действовали легкие лыжные отряды. Они пользовались лесными завалами, открывая огонь из укрытий, из автоматического оружия. Они наносили нашим передовым частям большие потери. А когда наши подтягивали пушки и били прямой наводкой, они меняли позицию, появлялись на наших флангах, и все начиналось сначала. Русские были прикованы к дороге, и им было вообще никуда не деться. Мы же были на лыжах и передвигались настолько быстрее их, что у них не было никаких шансов против нас. Полный разгром финских войск на Карельском перешейке планировался за 8-10 дней. Но за этот срок Красная Армия смогла только подойти к главной линии обороны, известной как линия Маннергейма. Здесь проходила так называемая линия Маннергейма по своей военной мощи, не уступающей линии Мажино и линии Зигфрида. Линия Маннергейма считалась неприступной всеми военными авторитетами мира. Красная Армия столкнулась с плацдармом, который готовили на деньги империалистические государства при участии их специалистов. Это тоже сплошная ложь, так сказать, и в Ираке просто, так? Ну, стыдно даже за это, то, что печаталось в наших изданиях. В советской литературе 30-х годов существовали предположения, что линию Маннергейма строят бедные финские крестьяне. Там, согласно картинкам в советских книгах, были специалисты, немцы, иногда англичане, французы и шведы, следящие за ходом строительства. Все рассказы о мощи и количестве укреплений, конечно же, были сильно преувеличены с советской стороны. Железобетонных дотов у финнов немного, но они хорошо замаскированы. Пулеметы бьют не в лоб, а с флангов. Один дот прикрывает огнем другой. Наступающие не видят, откуда по ним стреляют. А советские командиры финской линии обороны знают слишком мало. У меня, командира взвода разведки, даже карты не было. Мы дошли до линии Маннергейма и остановились. Мы даже не знали, что перед нами. 17 декабря начался штурм линии Маннергейма. Главный удар здесь, на высоте 65,5, направлением на Выборг. Впереди идут тяжелые танки. Они ломают противотанковые надолбы, рвут колючую проволоку, за ними легкие танки и пехота. У финнов очень мало противотанковых средств, поэтому им ничего не остается, как ждать, и подпустить советские танки довольно близко. Зато против идущей за танками пехоты оружия достаточно. Пулеметы, минометы и обычные винтовки. Стрельба финских солдат не может сдержать порыва тысяч красноармейцев. С криками «Ура!» они бросаются вперед. До вражеских позиций остается 100 метров. Финские доты молчат. Пулеметчики ждут, когда советская пехота подойдет ближе и окажется в коридоре смерти. Только тогда они начинают свою работу. Шквальный огонь дотов выкашивает пехоту и прижимает к земле. Солдаты даже не понимают, откуда летит смерть. Атака захлебнулась в крови. Пулеметные очереди на столь близком расстоянии разрубали солдат противника пополам. Те, в кого попали, подлетали в воздух и разлетались, как поленья, разлетаются под ударами топора. Бой был коротким и исход был понятен с самого начала. Элита Красной Армии, прибывшая из Ленинграда, окончила здесь свой путь. Бойцы поднимались в атаку, финны подпускали их на определенное расстояние и расстреливали очень точным прицельным огнем. Добежит боец до пристреленной линии или доползет по снегу, а дальше не на шаг, падает убитым или тяжело раненым. Когда мы возвращались из разведок, то, проходя по местам атак, с болью в сердце смотрели на трупы наших бойцов. Танковые части действовали отдельно, артиллеристы действовали отдельно, пехота действовала отдельно. Танки прорвали линию обороны, порвали колючую проволоку, раздвинули надолбы, овладели высотой 65,5, танкисты выполнили боевую задачу, финны в панике разбежались, а пехота, не увязав свои действия с танками, завязала. У нас же так были обучены бойцы. Только пулемет застрочил, мордой в снег и лежат. Никакой силы их не поднять. Встают наши командиры, младшие лейтенантики, лейтенантики поднимают его с пистолета, значит, их вот очень огромные потери были. Артиллерия, которая достаточно интенсивно работала и в декабре, советская артиллерия, она не могла должным образом подавить систему обороны финской армии. Взрывы накрывают все наши позиции. Один снаряд попадает прямо в траншею и разносит пулеметный расчет на куски. Кровавые части тел, руки, ноги людей, с которыми только что шутил и говорил о девушках. На их место бежит новый расчет. Наверное, ужасно им ввести огонь из гнезда, где все залито кровью, а на стенах траншеек куски предыдущего расчета. Рассказывали, что перед началом боя с солдатами, которые должны были штурмовать ДОТ, проводил беседу какой-то комиссар, призывая их на подвиг. Когда надо было выступать, комиссар стал прощаться, но солдаты сказали, а пойдемте вместе с нами, товарищ комиссар. Каждому красноармейцу в день полагалось 100 грамм водки. Не для питья, а что простирать, руки, ноги на морозе. Но бойцы все равно напивались. Линию Маннергейма пытались взять к дню рождения товарища Сталина, 21 декабря. Бойцов бросали в атаку по 10 раз в день. В итоге к вечеру от роты солдат оставалось в живых человек 5, а водки привозили на 120. Бойцы напивались до бесчувствия. Отмечали день рождения товарища Сталина. С финской стороны водки пили не так много, однако и здесь алкогольной продукции хватало, но для других целей. Сбоку спичка, внутри зажигательная смесь. Называлось это изобретение коктейль Молотова, а использовали его в качестве противотанкового средства. Спичку поджигали и бутылку бросали в танк. Танк вспыхивал и замирал на месте. Единственной неприятностью для финнов стало то, что на некоторых бутылках была надпись «Алка Рая Мяки». Русские военные посмотрели на карте, где находится упомянутое место, и разбомбили ликероводочный завод. Это стало одной из самых грустных страниц в истории финской алкогольной промышленности. В нашем батальоне не было ни одной противотанковой пушки, только гранаты и коктейли Молотова. Совсем чокнутые солдаты подбегали к танкам с бревном и пихали его в гусеницу, чтобы танк остановился. После этого танк добивали гранатами и коктейлями Молотова. В первые дни на Карельском перешейке многие танки прорывались в тыл. Большинство было уничтожено или вынуждено вернуться. Погоня за ними превратилась в спорт. Перед Рождеством финны даже попытались контратаковать. Маннергейм упрекал армию, которая отсиживается в окопах. С выгодного положения на перешейке была предпринята отчаянная и безуспешная попытка ответного удара. Но я думаю, что даже эта попытка в некотором смысле напугала русских. 25 декабря Сталин приказывает прекратить наступление и готовиться к решающему штурму. Войска отрабатывают взаимодействие, подтягивается тяжелая артиллерия, разведка выявляет огневые точки, саперы прокладывают дорогу танкам. Артиллерия и авиация непрерывно утюжат финские укрепления. Уже середина января и противник стал проявлять все большую активность. Днем наши позиции перемалывает артиллерия, а вечером наступает пехота. Вроде ничего особенного, но нам хватает. На сон остается мало времени. Нервы из-за недосыпания напряжены до предела. В начале методика была, конечно, абсолютно зверская. Ближе к вечеру в ночных условиях поднимался батальон с криками «Ура!», бросался на финские позиции, финны открывали огонь. Специально обученные разведчики засекали эти огневые точки, выводились орудия прямой наводки и начиналось разрушение финской линии обороны. Вся местность в районе Сумма-Хотинин была разбита артиллерией. Если там был густой лес, то от него только стволы оставались торчащими. Здорово били там, не жалели боеприпасов. Все-таки надо отдать должное и командованию 7-й армии, и командованию Северо-Западного фронта, которое объединило управление войсками на Калевском пришейке и 7-й и 13-й армии во главе с Тимошенко. Они перешли к такому суворовскому принципу длительного и кропотливого обучения, тяжелого учения легко в бою. И в глубине обороны советских войск были построены макеты ДОТов, которые были уже исследованы, которые были известны по результатам фоторазведки, которые были известны по результатам войсковой разведки. И очень шли кропотливые тренировки. 11 февраля 1940 года Красная Армия начинает мощное наступление на Карельском перешейке. Направление главных ударов прежнее на Кексгольм и Выборг. Линию Маннергейма удается прорвать в самом укрепленном месте в районе деревни Сумма. Вот все, что осталось от знаменитой линии Маннергейма. Не могли там весь декабрь дергались, да, начиная, не могли прорвать линию Маннергейма здесь за каких-то практически вот эту самую, не всю главную оборонительную полосу, а у них у финнов так, это передний край, полоса главного сопротивления, где доты стояли, опорные линии, полосу главного сопротивления за 20-30 минут преодолели. За 20-30 минут, потеряв там, ну не знаю, я уже не помню цифры, ну меньше там порядка десятка или двух человек. Почему? Вот действие штурмовых групп, сразу на все, вперед. Финские доты разрушала артиллерия и специальные штурмовые группы. Саперы под прикрытием танков подходили вплотную к дотам, ставили на них ящики со взрывчаткой, протягивали к Бигфорде в шнур, поджигали и дот взрывался. Чтобы финны не успели перерезать шнур, делали его предельно коротким. И бывало, подрывались сами вместе с дотом. Вот яркий пример тактики Советского Союза. Красноармейцы окружили этот финский дот, установили на его крыше полторы тонны взрывчатки и предложили финнам сдаться без боя. Гарнизон Дота отказался капитулировать. Тогда советские саперы подорвали взрывчатку и ни один из 15 финских солдат не выжил. Когда об этом случае доложили Сталину, он очень удивился, почему финны так и не сдались. после прорыва линии Маннергейма на главном направлении советские войска развивают наступление на Выборг. Финская армия отчаянно сопротивляется, несет большие потери, но остановить советское наступление не в силах. После этого уже ничего не оставалось, кроме как отступать перед превосходящими силами противника. Но нужно отметить, что финские войска оставались до конца войны с оружием в руках. Именно с падением Суммохотиненского и Суммолягденского узлов сопротивления судьба финской линии обороны была предрешена, но тем не менее до Выборга оставалось 32 километра и вот эти 32 километра проходили с достаточно тяжелыми боями, хотя основных укреплений у финнов не было, но финны начали держаться за каждую пять земли, за каждую кочку, за каждый пень, за каждый камень. Когда Красная Армия прорвала нашу оборону в секторе Ляхте, нас бросили в контратаку. Сначала мы шли неплохо, но потом оказались зажатыми танками. У нас не было вообще никакого противотанкового оружия, пришлось выбираться оттуда. Паники не было, но силы постепенно кончались. На финской стороне еще воевали шведы, добровольцы. Как мы отличали шведов от финнов? Убитые это все одинаковые? По Карельскому перешейку прошел слух, если с убитого снять ботинки и у него на ногах педикюр, то это точно швед. Была история, которая случилась с моим дедушком, но я эту историю услышал не от него, а от другого человека. Он работал на фронте радистом, и они ехали, и он типа поймал сообщение радистов русских, ему показалось, что он поймал именно суть этого сообщения, что их там ждут, это ловушка, куда они едут. И он побежал к командиру, не знаю, побежал и сказал, я типа слышал такой, нас ждут. на что ему ответил командир, что нету ничего, наша разведка все там узнал, все нормально, все в порядке. И он сел обратно в машину, и он понимал, что он был полностью уверен в том, что то, что он понял, он понял правильно. Что это правда, и там засаду. Да, да. И он убежал, спрятался там где-то в кустах далеко, и потом он слышал там выстрелы, и потом он вернулся, и весь отряд убили в этом лесу. И после этого он понял, что, ну, в принципе, это тоже его смерть, и он закопал яму, где-то глубиной полтора метра, и поставил крест, где была дата его рождения и дата смерти, и лег туда. Его нашли финские войска, которые потом проходили эти места, они посмотрели, что есть могила, где вот, ну, землей не покрили человека, и они начали землей его крести туда обратно, и потом кто-то услышал, что он, по-моему, дышит. Его вытащили оттуда. Ну, вот, это было для него вот такое, после этого, вот, для него эта война не закончилась никогда. История непростая. Да. В начале марта Красная Армия вышла к Выборгу, но взять город сходу не удается. Финские войска ожесточенно обороняются. Для них Выборг, как для русских Ленинград, вторая столица страны. Из последних сил сопротивлялись, понимаете, но армия Финляндии не была разбита, и финны сражались отчаянно на этой, кстати, в 44-м году на этой линии остановилось наше наступление. Сражались, потому что им было объявлено, а где вы стоите, здесь и будет граница, так сказать, Финляндии. Выборг сохранится, Киксгольм, и граница вот пройдет, скажем, южнее Выборга, по Воксе, по Суванта, сейчас Суходольск. Сражались они отчаянно. Армия не распалась и не пустилась в бегство. Даже в конце войны Выборг был все еще финским, а не русским. Судьба Зимней войны предрешена. У финской армии больше нет резервов, боеприпасы на исходе. Спасти независимость Финляндии можно двумя путями. Попытаться заключить мир с Советским Союзом или согласиться на военную помощь Великобритании и Франции. Тогда Финляндия и Советский Союз окажутся втянутыми в мировую войну. Можно сказать, что на какое-то мгновение ключи от мировой истории были в руках Финляндии. Это уже переросло из какого-то ограниченного конфликта, из освободительного похода, если хотите, из маленькой локальной войны. Это уже начало приобретать характер политической катастрофы, потому что планы Великобритании, французов начали распространяться на Кавказ, планирование бомбежки в Баку, высадки десятитысячного корпуса на Кавказ. Уже в марте месяце были подготовлены экспедиционные части, которые были погружены на корабли и которые шли уже в сторону Норвегии. Однако главной целью западных держав было недобродушное желание помочь Финляндии. Они хотели подступиться к Скандинавии, помешать Германии пользоваться шведскими рудниками и установить свои авиабазы на юге Швеции. Хельсинки понимают, какой бы ни была англо-французская помощь, Финляндия превратится в поле боя для сверхдержав. В Москве видят, еще немного и Советскому Союзу придется вступить в мировую войну на стороне нацистской Германии. Обе стороны вынуждены начать мирные переговоры. Сталин тогда поспешил заключить мир с Финляндией, которая все-таки имела для него второстепенное значение. Он предпочел избежать такого сценария, когда пришлось бы вступить в войну с западными державами, и на финском фронте появились бы еще и вооруженные британцы и французы, и это, конечно, перевернуло бы ход мировой истории. 12 марта 1940 года в Москве подписан мирный договор. Финляндия сохранила независимость дорогой ценой. Весь Карельский перешеек и Северное Приладожье перешли к Советскому Союзу. Сталин объявил, цели войны достигнуты, безопасность Ленинграда обеспечена. О правительстве Куйсинина и освобождении финских трудящихся советская пропаганда больше не вспоминала. 13 марта после 12 часов состоялась встреча представителей советского и финского командования по вопросу отхода финских войск к новой государственной границе. Красноармейцы удивлялись говорили идем освобождать Финляндию а дошли только до Выборга и остановились Хельсинки хотелось бы тоже посмотреть столько жизней положили наконец-то стали побеждать а захватили небольшую территорию но большинство конечно просто радовались что остались живы в Финляндии тоже не были довольны миром заключенным после зимней войны его даже называли позорным миром так как финны лишились Карелии и Выборга условия мира оказались гораздо хуже тех которые Сталин высказал перед войной предлагая обмен территориями конечно это была очень тяжелая война горькая война прежде всего для Карел границу провели не по линии фронта большую часть Карелии отдали по политической договоренности ведь в ходе самой войны Финляндия не потеряла ни Сартовалу ни Кексгольм конечно у финнов затаилась надежда на реванш в будущем что в принципе они и попытались осуществить но это как говорится другая история Финляндия скорбит о погибших в зимней войне Финляндия в надежде вернуть свои территории забудет о политике нейтралитета и станет союзницей гитлеровской Германии в 41-м финские войска атакуют СССР оккупируют часть Карелии и примут участие в блокаде Ленинграда Германия убедившись в слабости Красной Армии сразу после зимней войны приступит к разработке планов нападения на СССР весь остальной мир окончательно признает Финляндия больше не окраина России или Швеции а самостоятельное государство которое имеет волю за себя постоять Сам Маннергейм написал в одном из своих приказов что Финляндия получила право называть себя нацией именно когда она первая из западных стран сражалась до последнего зимней войне и конечно это было обоснованное и весьма правомерное высказывание потому что Финляндия была в положении похожем на положение стран Балтии В Советском Союзе постараются извлечь уроки из зимней войны в Красной Армии начнутся серьезные реформы чтобы повысить ее боеготовность но до большой войны останется слишком мало времени Советскому Союзу придется воевать против гитлеровской Германии и ее союзницы Финляндии в результате Ленинград окажется в кольце блокады погибнет свыше миллиона ленинградцев 13 марта войска и мирные жители уходят с территории отданных Советскому Союзу 13 марта 1940 года в 11 утра стрельба вдруг прекратилась и это был незабываемый момент мы услышали пение птиц это было какое-то сумасшествие в общем я рад что война закончилась в тот момент когда мы все были измотаны до последней степени и сразу прекратилась всякая стрельба и слышно как птички поют а из поселка Карисалми финны выходят кричат русские иди вот купить когда заключили мир и они были рады и мы потом встречались с ними обменивались деньгами они очень уважали Ленина мы им давали деньги свои с Лениным они нам свои чтобы злость какая-то была этого не было ну война как всегда была очень жестокая это понятно но как только заключили мир они все шли знакомиться друг с другом финны и русские ну да познакомиться с противником обняться сигаретами выпивали вместе ну знаешь это на самом деле понятно солдатам-то по большому счету делить нечего я слышал что твой дедушка ты мне рассказывал не очень любил русских ну да он не любил не то слово он не знал такого народа вообще он всегда у него и был самая клево его шутка была то что на финско-китайском границе все спокойно вот а бабушка когда например я собирался ехать в Советский Союз она мне сказала что сынок возьми хотя бы винтовку с собой в врагу едешь на то что я ответил что бабушка ну вряд ли мне пустят с винтовкой в Россию я говорю ничего-ничего дедушка уже съездил все нормально а вот когда мы снимали ну сняли охоту особенно национальную охоту и мне отец говорит что ну покажи дедушку ну хотя бы комедии все такие я привез ему кассету и он там посмотрел ночью я ему утром позвонил ну дедушка ну как странная вещь я посмотрел кино и вдруг оказывается русские тоже люди и КОНЕЦ КОНЕЦ